Всем привет! За мной маленькие сосны, под ногами золотистый песок, я слышу звуки прибоя и шум чаек. Все это я могла бы сказать, будучи за 5 километров от моего дома в Перита, но эти слова действительно и здесь, за 650 километров от нашего дома. В общем, этим летом мы решили поехать по прибалтийским странам и курортам и понять, вообще, возможно ли отдыхать в наше не очень знойное здесь лето, почему-то сюда приезжает много туристов. Итак, в этом видео мы сравним самые лучшие прибалтийские курорты. Оставайтесь с нами и поехали! Итак, как вы поняли, в этом видео мы будем сравнивать два курорта. Это Паланга и Юрмала. Оба эти места предлагают отличные условия для отдыха. Паланга является одним из самых популярных курортов на Балтийском побережье. Он славится своими прекрасными пляжами, чистым морем, разнообразными возможностями для активного отдыха. Юрмала, в свою очередь, привлекает туристов своей элегантностью и уютной атмосферой. Здесь вы сможете насладиться прогулками по живописным променадам, посетить кафе и рестораны, а также насладиться спа-процедурами в роскошных отелях. Юрмала больше, наверное, подходит для спокойного и расслабляющего отдыха. Ну и кроме всего этого, оба курорта предоставляют широкий выбор разнообразных развлечений и экскурсий. Вы сможете посетить культурные достопримечательности, насладиться местной кухней, ну и познакомиться с местной культурой и традициями. Первая категория для сравнения – это географическое расположение. Паланга находится в Литве, Юрмала – в Латвии, и оба этих курорта находятся на Балтийском море. Добраться до Паланги из Таллина можно на автобусе или на машине примерно за 8-10 часов. Юрмала находится ближе к Таллину, примерно 4 часа езды туда. Плюсом Юрмала является то, что столица Латвии, Рига, находится совсем рядом. Что касается воздушного сообщения, то и в Юрмале, и в Паланге есть свои аэропорты. Ну, точнее, аэропорт Юрмала находится в Риге, и это большой международный аэропорт, откуда можно улететь куда угодно. В Паланге аэропорт поменьше, но он третий по величине в Литве. И по статистике, через этот аэропорт проходит примерно 330 тысяч человек в год. Итак, в категории «Географическое положение» и Юрмала, и Паланга получают по одному баллу, потому что до них удобно добраться как воздушным, так и наземным транспортом. Раунд номер два. Сравнение пляжей. Оба города и Паланга и Юрмала являются известными местами для летнего отдыха в Прибалтике. И оба города имеют прекрасные пляжи. В принципе, они сравнимы между собой и достаточно похожи. В Паланге более широкие пляжи, длиной они 25 километров, а в Юрмале более узкие, но зато длинные 33 километра. Оба города, конечно, также заботятся о чистоте воды на пляжах. Может показаться, что поскольку Паланга находится южнее, то вода там теплее, чем в Юрмале. Но если посмотреть на цифры, то средняя температура в июле была 19 градусов, а в Паланге средняя температура 18,9 градусов. В общем, можно сказать, что Балтийское море одинаковое, и температура воды там тоже одинаковая, хотя Паланга находится южнее. Что касается инфраструктуры на пляжах, то в Юрмале была одна детская площадка, где можно было немного поиграть ребенку. А вот в Паланге на двух пляжах, в которых мы побывали, мы не нашли ни одной площадки. А вот подход к пляжу мне показался в Паланге более интересный. Там был настил из досок, как можно было пройтись, прогуляться к пляжу, очень живописный. А также такая целая улица-променад, прям красивый парадный выход к пляжу. В Юрмале мне показалось, что подход к пляжу был менее живописный и не такой красивый. Итак, подводя итог, каждому курортному городу мы даем по балу за пляжи, потому что они, в принципе, сопоставимы между собой. Раунд номер три. Размещение. Оба курорта имеют разнообразную инфраструктуру и предлагают туристам много разных возможностей. И апартаментное размещение, естественно, есть в обоих курортах. Так как мы путешествуем с ребенком, то нам больше подходят именно апартаменты. Цены на отели и апартаменты колеблются, но в целом проживание в Юрмале обходится дороже. Например, в Юрмале у нас старенькая квартира стоила 90 евро за ночь, а другие варианты были значительно дороже. А вот в Паланге большая квартира в новом доме с бани стоила 100 евро за ночь. Я думаю, что в Юрмале подобная квартира стоила бы минимум 150 евро. Юрмала больше предоставляет отельное размещение, чем апартаментное. Итак, за размещение однозначно Паланге дадим 1 балл из-за соотношения цены и качества. Раунд 4. Отдельно хочется выдвинуть пункт про парковку на двух курортах. В Юрмале все просто. Въезд в город платный, он стоит 2 евро, зато парковка везде бесплатная. Но всегда есть одно «но». В этом случае парковочных мест практически нет. Так что бесплатная парковка не всегда означает «хорошо». В Паланге, наоборот, въезд в город бесплатный, но зато парковка везде платная. Стоимость парковки зависит от зоны, где вы останавливаетесь, и средняя цена за час где-то 1 евро 60 центов. Зато свободное место найти достаточно легко. Так что явного преимущества нет ни в Юрмале, ни в Паланге. И в этой номинации мы ставим по одному баллу каждому курорту. Раунд номер 5. Про еду. Курорты предлагают широкий выбор ресторанов, кафе и баров на любой вкус и кошелек. Однако в Паланге показалось, что уровень цен немного ниже, чем в Юрмале. А также количество ресторанов там больше и разнообразнее. Есть рестораны не только на центральных улицах, но и на отдаленных районах. И каждый себе может найти что-то на свой вкус. В Юрмале, кстати, вы обязательно должны попробовать блюда национальной кухни Латвии. Например, холодный свекольный суп. А в Паланге вы можете насладиться национальным блюдом цепелин. Кстати, очень-очень калорийное и сытное блюдо. Приятного аппетита! В Паланге хочется отметить ресторан ХБХ. Он находится недалеко от Паланги. И там можно не только вкусно подкрепиться, но и провести замечательное время с детьми. Так как там есть и батуты, и детские площадки, и маленький зоопарк. Все это находится на красивой территории лесопарка. Там также ему приятно просто прогуляться и наслаждиться различными видами и фигурками. Так в этой категории Паланге мы даем 1 балл. Раунд 6. Самая большая категория, про которую хочется рассказать, это развлечение. Паланга дает чувство, что ты находишься на реальном курорте. Гулятельная улица, очень оживленная, полно различных аттракционов, все мигает, гуляют люди. Можно послушать живую музыку. Одним вечером мы пошли погулять по этой улице. Ксюша натанцевалась там вдоволь и пыталась заводить толпу, чтобы также все присоединились к ней. Но, честно говоря, сама гулятельная улица в Паланге мне не очень понравилась. Вот это вот обилие аттракционов, очень много разных непонятных ларьков и все выглядит, как будто бы мы на какой-то ярмарке или на базаре. Юрмала в этом плане более спокойная, изысканная. И сама атмосфера Юрмала мне понравилась больше. Итак, если вы предпочитаете более активный отдых, то Паланга будет лучшим выбором. Но если вам нужна более расслабляющая атмосфера, с лечебным отдыхом, тогда Юрмала это место для вас. Но в Паланге мы были больше дней и нам удалось из-за этого посетить намного больше мест, чем в Юрмале. И первое место, про которое хочется рассказать, это Динопарк. Он находится в 20 минутах от самой Паланги в поселке Род Айлс Клайпинского района. Этот парк находится между Палангой и Клайпидой. Примерно 20 минут до него ехать и представлять себе такую огромную территорию. По всему периметру здесь гуляют динозавры. Они прям шевелятся и издают звуки. Я думаю, что для ценителей динозавров это просто жемчужина. А также здесь вообще классно провести время всей семьей с детьми. Где-то примерно с 3 до 12 лет, я думаю, здесь будет детям интересно. Есть зоны с батутами, зоны с аттракционами. Можно покататься на водных велосипедах. Есть пиццерия. В общем, на целый день вы найдете себе здесь занятия. Самый большой парк динозавров в странах Балтии был открыт в 2013 году. В джунглях обитает множество диких динозавров, которых дрессировали и воспитывали на протяжении многих лет. Поэтому сейчас мы можем сказать, что это наши любимые большие питомцы. Вход стоит 22 евро для взрослых и 18 евро детям. А детям для двух лет бесплатно. Но почему-то Ксюшу тоже пропустили бесплатно, хотя, конечно, она уже постарше. В стоимость билета еще входит дом наоборот, в который можно сделать интересные фотографии. как будто бы гравитация пропала с планеты Земля. Нам приходится стоять в буквальном смысле на голове на разных предметах. Аналогичное место, но, конечно, меньшего масштаба в Юрмале – это парк Джинтери. Это не тематический парк, а просто хорошее место для прогулок и отдыха всей семьей. В парке оборудованы игровые площадки, зоны для отдыха, и для удобства посетителей проложены широкие дорожки. Любители активного отдыха могут здесь взять на прокат велосипед, ролики и проявить логику и физическую подготовку в веревочном лабиринте. Для детей предусмотрен батута и игровая зона. Главной достопримечательностью парка является 200-летняя сосновая роща. Вход в парк бесплатный, но за дополнительные аттракционы придется платить на месте. Например, Ксюша покаталась на электромашинках и почувствовала себя юным гонщиком. Также можно было полазить по деревьям, но до этого развлечения Ксюша пока не доросла. Наверное, через несколько лет будет самое то. В Паланге одной из главных достопримечательностей является музей Янтаря, который находится в очень живописном парке Беруте. Чтобы дойти до музея, придется пройтись по парку и полюбоваться красивыми деревьями, цветами, прудом, утками. Сам музей находится во дворце Тышкевичей и посвящен самому известному камню в Литве – это Янтарю. В музее много экспонатов из Янтаря, различных форм и размеров. Представлена история формирования Янтаря и можно с помощью лупы рассмотреть состав камней, а также рассмотреть инклюзы внутри Янтаря. На выходе из музея есть магазин, где можно купить сувениры и украшения из Янтаря. Цены в музей приятно удивили. Белел стоил 8 евро, а маленьким детям бесплатно. И цена со скидкой 4 евро. В целом, этот музей будет интересен тем, кто любит различные Янтарные украшения. Но поскольку наш маленький ребенок совершенно в этом не заинтересован, мы буквально за 15-20 минут пробежали по всему музею. Она была не готова рассматривать Янтарь так подробно. Зато она была готова танцевать в парке возле дворца. И следующие полчаса она усердно отплясывала, ну а мы смотрели и отдыхали. Субтитры сделал DimaTorzok В маленьких курортных городах не так много развлечений. Но есть плюс, что в Юрмале, что в Паланге оба этих города находятся рядом с большими центрами. И вот сейчас мы находимся в городе Клайпидо. Он буквально в 25 минутах езды от Паланге. Разведываем окрестности и покажем вам, что здесь есть. Мы прогулялись по Клайпиде и посетили отставной военный корабль Сюдовис. Он пришвартован в реке Данес. Билет на корабль-музей можно купить прямо на набережной с кораблем на стенде самообслуживания. Для взрослых цена 5 евро, для студентов, школьников и пенсионеров 2,50. Тут можно ходить по всему кораблю, осматривать помещение, спускаться в машинное отделение, заходить в каюту и даже почувствовать себя капитаном корабля. В 1999 году Германия предала Литве этот корабль в качестве подарка военно-морским силам. В 2021 году корабль закончил свою службу и его отдали Литовскому морскому музею, который открыл этот экспонат для публики. А в целом служба корабля продлилась 63 года. Также на набережной реки Данес стоит пришвартованный парусник. Он находится здесь уже более 40 лет и за это время успел стать своеобразной визитной карточкой Клайпеда. Сейчас на его палубе работает кафе и музейная экспозиция. В 2012 году парусник хотели затопить из-за нехватки средств на его содержание. Но, к счастью, нашлись люди, готовые вложить средства и восстановить уникальный исторический памятник. Парусник отремонтировали, и в 2014 году он снова открыл свои двери для посетителей. А еще на реке Данес мы увидели катамараны. И, конечно же, захотели на них прокатиться. Совсем с другого ракурса открывается набережная реки Данес. После прогулки на катамаранах мы отправились в старый город через детскую площадку. Куда же без нее? Как мы уже когда-то говорили в своих видео, скоро мы будем составлять топ-100 площадок Европы. Итак, мы снова перешли на другой берег, уже по другому мосту, и направились в сердце старого города, на театральную площадь. Пока вы наслаждаетесь красотой старого города, я вам расскажу интересные факты про Клайпиду. Город берет свое название от слов «клампипеда», что в переводе с литовского языка означает «топкий след». Здание в Клайпиде располагается ровно так, как это было в те времена, когда город находился в крепостных стенах. Клайпеда раньше называлась «мамель» и до 1525 года принадлежала рыцарям Тевтонского ордена. В первой половине 20 века Клайпеда пять раз меняла своих хозяев. В свое время здесь побывали и царь Александр I и Гитлер. Рядом с Юрмалой находится Рига. В это путешествие мы в саму Ригу не ездили, но посетили вот этот вот ресторан, центр Лидо. Здесь очень приятно провести время всей семьей, немножко размяться с дороги для ребенка, побегать. Тут есть зоопарк, маленькие батуты. В общем, она выплавляет свою энергию, потому что ехать нам целых 8 часов до Клайпеда. Но вообще в самой Риге тоже, конечно, очень много интересных мест. Например, мы ходили в музей «Мотор-музей». Есть у нас видео про это на нашем канале. Обязательно его посмотрите, если вы еще не смотрели. Там мы едем и к побережью. И заезжаем вот в этот музей. Вообще Рига, конечно, сама тоже интересная. Много различных мест. Старый город красивый. Так что, если вы не были в Риге, ну или даже если вы были, то в любом случае Юрмалу и Ригу очень классно совмещать. Итак, в категории развлечения каждому курорту мы даем по одному баллу. Итак, со счетом 6-4 побеждает Паланга. Вот такой обзор курортов у нас получился. Пишите в комментариях, какой курорт вам больше понравился. И не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки и все. Всем пока, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!